Встреча с отоплением У нас был совет дома, вот здесь протокол, я была уполномоченной здесь избрана по этому дому, но в связи с возрастом, повторюсь еще раз, я просто отказалась, потому что бороться, это значит инфаркт у меня уже был давным-давно. Мы являемся, собственники имеют право на общее домовое имущество. Сейчас у вас совета дома нет? Нет, нет, да? Нет, вообще я только сказала. Теперь по поводу замков и всего остального, значит, подвал это фактически объект, который должен быть закрыт, потому что он является безопасностью дома. Он закрыт всегда? Да, почему мы взялись за подвал, потому что это ваша безопасность, но я повторял и буду повторять, что пока вы не создадите совет дома, не смогу я каждый раз по каждому приему приезжать к каждому подвалу, понимаете? Ну я понимаю, мы понимаем и вообще... Поэтому мы готовим, запускаем процесс, примем положение, будет принято советом депутатов соответствующее положение, и по этому положению все будут жить. И, значит, если вдруг, будем делать каким образом, не так, что вот сейчас, например, они знают, что глава приехал в этот подвал, и они, конечно, здесь... Понятно. А я вам хочу сказать, что будет следующее, как только мы примем это положение, совет депутатов примет положение, я уверен, что меня депутаты поддерживают, и администрация поддерживает, тогда мы будем как? Мы просто, например, берем контролирующую структуру, и вот неожиданно любой подвал заходит, и если мы там видим непорядок, значит, будут наказаны все, кто за это отвечает. Но еще раз подчеркиваю, вам нужно создавать совет дома. Понятно. Если вы совет дома не создадите, значит, найдите, как говорится, людей в своем доме, пусть они создаем совет дома, и тогда совместно, тогда совместно. Более того, если вы видите, что у вас, например, вот эта ситуация произошла, и какие-то соответствующие неудобства, все прочее, прочее, если это влияет, так сказать, на квартирную плату, на остальные вопросы, вы можете в этой части с управляющей компанией спорить. На сегодняшний день по новому положению сарай в подвалах не должно быть, поэтому надо будет сарай убирать. А вы платите за этот сарай налог? Он на вас зарегистрирован? Когда нам давали квартиру, сарай эти мы сами их не строили. Сараи эти были, понимаете? Если эти сараи были построены в советский период, тогда... А что изменилось? Мы-то не изменились. Уже этой страны нет, уже другая форма собственности, уже совершенно другие отношения. Скажите, почему в кодексе законов этого не написано? Вот эти вот, разбирала тут женщина. Посмотрите, вот это еще они забрали. Кто отказался от этих сарай? Какой вмешательный закон? Вот этой вот гадостью отсюда и блоки... Нам выписали на ряд заданий, мы написали автосмотр и выписали на ряд заданий. Нам выписали на ряд заданий, мы после чего и заменили сразу же. Так что за меня сразу же? К вам когда вы написали на ряд заданий буквально сколько, недели две назад, и то она до нас не дошла. Нам сказали, что надо сделать. Вот это, конечно, вот эти фекалии, здесь представьте, вот эта проржавевшая труба. Так это вот эта, вот эта вот проблема, в этом проблема, здесь? Ну, заменили вот они ее. Когда Сергей заменил? Это вчера сразу, и то на ряд заданий не дошло, попросили, сказали, надо заменить. Хорошо, ну, кольт надо, что нужно здесь доделать? Вот там посмотрите сколько, в общем здесь воды все полностью. Ну, все понятно, в общем, короче говоря, тогда придется мне еще раз приходить, проверить уже, когда все будет сделано. Мы обрабатываем, сейчас подсохнет, и уже полностью уборка. А здесь написано, в каком случае, вот под их жилищного, пожалуйста, в каких столах? Вот буду проводить круглый стол, придете, и телефон, хорошо. Значит, мы вас пригласим, и вот там все вопросы, которые вот сейчас мы здесь обсуждаем, как говорят, в ногах правды нет. Сядем за круглый стол и все обсудим. Дело все в том, что вы в этом доме живете с 74-го года, правильно? Да. Ну, вы-то людям скажите, вот вы живете, скажите, граждане, вот, понимаете, приезжал Сергеев, он мне сказал, что нужно создавать совет дома. Если не создадим, так и будет бардак. Понимаете? И в тарифной политике будет бардак, и в подвале будет бардак, и все остальное. А если вы будете снизу контролировать, и мы власть будем совместно. Знаете, как, помню, знаменитый фильм Александр Невский, когда там этот присказку рассказал, говорит, заяц-лисицу раз между двух сосен, а он этот образ взял и крестоносца с двух сосен. А мы всех вот этих, которые, значит, плохо работают, тоже между двух сосен, с двух сторон зажмем и заставим работать, понимаете?